То, что Навальный получил в свое время довольно большой реальный срок, было очевидно с самого начала. Ущерб, который он нанес государству, создавая эту фирму-присоску при Киров-Лесе, это не такой уж существенный, чтобы сидеть пять лет. И поэтому аналитики с самого начала говорили о том, что срок будет либо снижен, либо заменен на условный. Именно так и случилось в данном случае. Что касается политической карьеры Навального, то теперь ему нужно быть осторожным. Условный срок означает, что он должен не просто приходить отмечаться, но не совершать никаких других правонарушений, в том числе даже административных. То есть если он будет без прав гонять или в пьяном виде на машине, или хулиганить, или тем более заниматься экстремизмом, национализмом или какими-то другими вещами, все это может быть причиной для того, чтобы условный срок сразу же превратился в реальный.